Во Франции еще много дел. С этим разберутся другие. Вы нужны в другом месте. Да, где? В Германии? Я думал... Нет, не в Германии. В России, полковник. В России? Мы вторгаемся? Идем на разведку. Вы летите в Норвегию. И там принимаете командование группой Ворон. Ваша задача — получить данные со сбитого в России самолета. А мои люди? Берите офицеров. На месте свяжетесь с норвежскими рейнджерами. Мне не нравится один из моих капитанов. Лишних офицеров нет, полковник. Знаете, сколько их гибнет в Германии каждый день? Ладно, справлюсь. Когда выходим? Уже готовим борт. Удачи, полковник. Капитане? Шла речь. Я думаю, это вполне очевидно, на мой взгляд. Официально Беннону ничего не было за смерть коменданта Сабатье. Полковник просто поговорил с ним перед отправкой в Норвегию. Да, Беннону вроде досталось. Но сложно было сказать, окажет ли слова полковника длительный эффект. Нас проинструктировали уже в Киркенесе, в Норвегии. Миссия была сверхсекретной. Нас собирались сбросить на территорию Союза, в район города Мурманск, на поиски сбитого бомбардировщика. Предположительно, на борту имелась важная информация, и надо было получить ее раньше русских. Нам помогали норвежские рейнджеры. Их командир, майор Йоханссон, уже выполнил четыре задания на советской земле. Он мало говорил, но был настоящим профессионалом. И мы были рады, что он с нами. Место крушения неподалеку. Ведите рейнджеров к цели. Столкнетесь с сопротивлением, уничтожьте всех. Девушки отдыхают. Нужно поторопиться. Обнаружен противник. Паркер, действуйте. И не забудьте об огневой поддержке. Вперед, на марше. Добро, добро. Егер-командер Эд Камклара, на марше. Так, ну что ж, потихонечку передвигаемся вперед. У нас, как у настоящих десантников, есть артиллерийская поддержка. Ну да, упал бомбардировщик. Прям неподалеку от Мурманска. Посмотрите, там далеке где-то город виднеется. Эх, если есть кто-то с Мурманска, привет пацанам. Еще что-то можно сказать. Так, там еще небольшое количество русских солдат перемещается. Так, ну что ж, начинаем. Взаимодействовать с артиллерией, вызываем удары. Раз. Два. Я думаю, навряд ли там кто-то должен был выжить. Очень маловероятно. Но хотя, смотрите, одна БМПшечка осталась. Ох, повезло мужикам, на самом-то деле. Так, ну что ж, надо ее уничтожить каким-то образом. Правда, не знаю, каким у нас что, нету никаких противотанковых средств. Да, это беда, конечно же, очень большая. Но, посмотрите, пули бронированные нормально справляются с БМП, уничтожают ее. Ну что, закрепляемся на месте. Так, короче, одна пара отправляется в леса, прячется вторая, соответственно, захватывает место на садке. Зашибись. Я вас понял, товарищ полковник. Такс, ну что. Уделяем туда тоже пару отрядов. А, нам, в принципе, даже и не надо здесь закрепляться. То есть, мы можем спокойно, спокойно перекинуть один отряд сюда, который, соответственно, в другое место. Ага, посмотрите, там у нас противотанковый расчет есть небольшой. Но, я думаю, мы можем его обрадовать кое-чем. Итакс. Да, недолго песенка играла, как говорится. Так, ладно, вторые идете как можно быстрее через леса. Надо пробираться в уже крутые норвежские рейнджеры, как говорится, да? Еще один противотанковый расчет. Я не знаю, почему русские прячут свои противотанковые расчеты в лесах, зная, что здесь, в принципе, никакой техники нет у норвежской, фактически. Смотрите, там тоже прячутся русские солдаты. Но мы сейчас потихонечку уже будем выдвигаться из сумрака, что называется, и попробуем долбануть по первой зенитке. Отлично. Вызвали артиллерию, уходим обратно в леса. Я думаю, лишний раз политься не надо. И сейчас вызовем удар на вторую зенитку. Еще одно орудие, и ребята встанут на крыло. Три, два, один. Все, минус. Зона свободна, подкрепление уже в пути. Отлично. Сразу по прибытии займите позицию в северном районе. Ваши танки понадобятся в боях на открытой местности. Есть, сэр. Мимо нас они не пройдут. Надеюсь. Как только прибудут инженеры, они займутся поисками видеопленки. Затем обломки бомбардировщика будут уничтожены. Конец связи. Егер-командор Аль-Комкора. Серега. Так, все понятно. Чуваки. Кто-то вас так десантироваться-то учил. Да, нормальные ребята. Еще чуть-чуть тачкой не... Это что, десантники, что русские? Или кто такие? Я так и не понял. Паркер, это электростанция, великолепная стратегическая цель. Ее нужно уничтожить по возможности малыми силами. Так, разрушить электростанцию. Ага, я все понял. Ну туда мы туда отправляем беттеры. Зенитка пока что по центру стоит. Ну и пехоту тут начинаем прятать потихоньку по лесам. Мне все интересно, кто же там так умело десантировался? Я вообще не понимаю, если честно. Воу-воу-воу, это кто там? Так, десантники, истребители, прихватчики. Нет, десантники мне пока что не нужны. Орел, на связи Беннон. Нас атаковали русские вертолеты. Паркер! Беннону необходима поддержка с воздуха. Помогите, если сможете. Где, где, где? Ага, сюда, ладно, переводим туда зенитку. Паркер, еще три минуты. Так, три минуты всего? А как мне ее уничтожить-то? Погодите, друзья мои, у меня всего БМПшки-то. Зашибись. Как ее уничтожить-то? Долго же ты копался. Ну, спасибо, что смог уделить немного своего бесценного времени. Давайте вызвем сюда десантосов. Я думаю, только так можно будет артиллерийским ударом, поскольку других способностей у нас нет. Ладно, занимаем позицию. Тут у нас продолжается крепление. И на самом-то деле, ребята ведут довольно серьезный бой, я вам могу сказать. Да, вступаем в бой с противником. Слушайте, кого-то надо вызвать, наверное. Зенитку сюда переводим, она будет использовать боеприпасы. Так, 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 а там кто у нас еще? Ну, вроде бы никаких там серьезных сил особых. Ну, даже знаете, как сделаем? Две бэхи переводим на наши основные позиции, и вот там начинается какая-то жара. Сбрасываем артиллерийский удар. Ну, вы знаете, я бы сюда, на самом деле, ударил. Будь у меня возможность. И что, она выжила, что ли? Да ладно, вы гоните, ребята. Вы серьезно, что ли? Ладно, вызываем еще этих десантников. Ну, это просто жесть какой-то. Огонь по площади. Так, бронебойные начинаем стрелять. Суровые! Вот вам кто говорил, что в России плохие-плохие постройки. Все делают на совесть, как вы сами можете заметить. Все очень и очень качественно. 15 секунд до появления подкреплений. Я одних 1-3 десантников ставлю здесь. Кого мы потеряли-то, братан? Стой, 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 нельзя никого терять. Кто это там у нас воюет? Кто так неудачный? Ой, елки, спецназовцы русские. Елки-маталки. Вызываем, короче, туда. Поддержку и... Ну-ну-ну, ну сбей, сбей, братан. Инженеры закончат через минуту. Такс. Отлично. Давай раз, два, три, четыре, пять. Еще немного осталось. Пехота там попытается. Теперь почти во всем районе нет электричества. Отлично, отлично. Думаю, у русских начнутся проблемы. Отличная работа. Шикарно, шикарно. Ну что, теперь можем отступать. И тут тоже у нас пройдет разрушение, собственно говоря. Ох, красота-то какая. Красота, шикарно, шикарно. Так, отступаем. Взвод десантников ведет борьбу против русского грузовика. Мы продолжаем укрепляться. Слушайте, опять, опять русские десантосы. Но я им тут сюрприз небольшой устрою. Как только они сюда высадятся. Просто посмотрите. Вот пацаны десантировались и... Инженеры получили видеопленку и готовятся к уничтожению обломков. Отлично сработано, ребята. Не угодите под взрыв. Что такое, лейтенант? За что бис? Не угодите под взрыв и ничего не сказал. И сразу рванул. Красавчик, что? Просто настоящий мужик. Нужен БТМ. Лейтенант, на борт. Танк прибыл, сэр. Так, новое средство поддержки. Разведчики доложили, что ваши пилоты попали в плен к русским. Похоже, они еще в этом районе. Также есть сведения, что скоро сюда прибудет русская опергруппа. Вас понял, но без пилотов мы не уйдем. Выдвигаемся к вокзалу. Так, я все понял. Выскать вокзал, это где у нас? Я запросил Напалм. Пусть выжгут путь через лес. Будьте начеку и выдвигайтесь вовремя. Нужно убраться из этого района до подхода вражеской опергруппы. Так, вызываем Напалм. Да, тут скоро будет очень и очень жарко. Напалм наш уже летит. Напалм, сынок. Хорошо. Паркер, вы во главе поискового отряда. Беннон, вы сзади. Охраняйте место крушения. Здесь мы и встретимся, когда найдем пилотов. Но, сэр, я... Капитан, что еще за но? Это приказ. Так, опять начинается. Есть, сэр. Конец связи. Вот это я понимаю. Блин, слушай, Беха... Конечно, очень классно гонять по Напалму, но это не самая лучшая идея, на мой взгляд. Ой-ой-ой-ой, бронебойки, бронебойки пошли. Слушайте, там у русских, получается, пехоты должно быть еще большое количество. Я думаю, надо вообще весь лес выжечь по пучи... По пучи, по пучи! По нашему пути. И желательно еще вызвать какую-нибудь... Какой-нибудь джипик самый банальный для того, чтобы получить подкрепление. У нас куча еще десантников. Я не знаю, нахрен они мне не нужны. Ну, ладно. Топаем дальше вперед. Так, Напалму отлично, скинули. Все шикарно. Топаем дальше. Так, там еще какие-то перестрелки ведутся вдали, как вы можете заметить, да? Подождем, пока Напалму догорит, и тогда уже будем вводить туда технику потихонечку. В принципе, тут русских, ну... Я не знаю, кто тут из них может остаться. Кажется, маловероятно. Так, ну вот они наши. Баркер, БТР, НАТО. Ох, попали, попали, видели, да? Наши стались. Следы от попаданий. Так, ну все, Напалму догорел. Можем топать дальше. Вперед. Посмотрим. Ну, мне кажется, там должны быть, я не знаю, какие-то противотанковые доты. Да, так и есть. Начинаем стрелять. Вроде бы по нам пока что не фокусятся. Ну-ка, зенитка может по земле стрелять? Так, гепард, братан. Лучше пока что не надо этого делать. Так, все-все-все-все-все-все-все-все. Хорош-хорош-хорош. Назад-назад отступаем. Странно, почему противотанковые доты не начинают по нам стрелять. Так, отходим, отходим. Переводим на стрельбу по наземным целям. Переходим чуть вперед. Я думаю, всем можно бронебойные снаряды включить. И даже тут в дымы скрыть нашу зениточку. Беккепарду тут достается вообще очень-очень сильно. Отлично. Минус есть. А какая-нибудь бомба лазерного доведения. Или усиленный артобстрел. Это, думаю, будет еще круче. Так, все, начинается. И еще необходимо, на мой взгляд, напалом вызвать вот в этот прелесок небольшой. Там наверняка сидит русская пехота. Хотя усиленный артобстрел еще частично в леса заходит. Поэтому нормально. Но, я думаю, лучше подождать немножко. Такс. Еще одна единичка. Нам необходимо. Идем вперед. Давайте даже десантосов, наверное, введем в курс дела, что называется. Так, все. Скидываем напал. Используем бронебойные снаряды. Ох, сейчас от беттер вообще ничего не должно остаться, конечно же. Ох, шикаем, шикаем, шикаем. Очень хорошо. Нормально. Такс. А, блин. Зря я туда напал, на самом деле, вызвал. Небольшой диодан стайл произошел. Потому что могли мы, конечно же, закинуть туда как раз-таки нашу пехоту. Ну, ладно. Ошибки бывают, друзья мои. Сможно по-другому немножко сделать. Схитрить. Приказ пост на марше. Короче говоря, подводим сюда пехоту. Примите координаты цели. Нужна поддержка артиллерии. Нужна поддержка артиллерии. Примите координаты цели. Все. Вызываем артиллерию и пехоту отводим обратно в леса. Все хорошо. Раз. Два. Три. Нормально. Отработали нормально. Так. Контрол-2 этого нас будет. И идем дальше вперед. Противотанковые бомбы еще выдеваем сюда. Так. А кто это там? А что это напал? Это по нам, что ли, стреляли? Я не понял. Так. Уходим в дымы. Так. С минус 1 единичка техники. Отлично. Отстрелялись. Противник не пострадал? Да ладно. Ты серьезный, что ли, братан? Вроде бы же должен там был находиться хоть кто-нибудь. Но, видать, не повезло. Ладно, все, занимаем позицию. 29 минут. Правда, это, наверное, еще какое-то дополнительное задание для нас будет. Так. Дельди на связи. Быстрее, быстрее, быстрее. Чип-чип-чип-чип-чип. Блин, зашибись. Паркер, слышали? Обыщите жилой комплекс и поторопитесь. Да, слышал, конечно. Дельди на связи. Скоро здесь будет оперативная группа. Пора уходить. Верно, Паркер. Пусть люди Йоханссена обыщут здания, а вы их прикройте. Паркер, вы должны удержать вокзал. Только в этом случае мы сможем сбросить сюда подкрепление. Такс, обыскать жилой комплекс. Да можно просто все тут разбомбить, но мы все-таки там не уничтожаем мирных жителей и все дела. Так, ладно, джип у нас появляется. Ремонтируем по быстренькому бэхе. Часть десантников отправляется на одну точку. Часть десантников, соответственно, топает на вторую. Зенитка там вообще в полной заднице на самом-то деле осталась. Такс, и откуда у нас русские-то идут? Воу-воу-воу, да ладно. Странно, что они спалились. Я думаю, сейчас они пожалеют об этом. Очень сильно пожалеют об этом. Как я их там увидел, я, честно говоря, вообще не знаю. Блин, и начинают движение. Ах ты, чертовый, гидрешкин-матрешкин. Блин, тупануля. Ладно, бэхи топают. Блин, 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 блин. Сейчас начнется веселье. Ладно, вызываем еще арт-удар. Вызываем кучу-кучу арт-ударов. У нас тут пумки еще. Включаем бронебойный. Блин, потеряли гепарда своего. Но вот там сейчас начнется веселье. О-хо-хо-хо-хо, да, русские, я думаю, не ожидали такого поворота событий. Осталось нам отремонтировать одну БМПшку. Небольшую. Так, ну еще, наверное, здесь на всякий пожарный сажусь. Это добро. А где тут у нас противник? Потому что там наверняка кто-то должен сидеть в этих зданиях. Или снайпер, или еще кто-нибудь. Ладно, едем вперед. Хотя надо было напалм еще, наверное, сюда сбросить. Знаете, так, для профилактики. Мало ли, вдруг там кто-нибудь есть. Ага, это минометы, что ли, по нам стреляют? Или это свои? Да, так и есть тут пехотинцы, русские, русские БМПшки. Такс. Ну, фокусируем огонь, ребята, чего вы так? Я не понял. Погодите, погодите. Фокусируем огонь, короче говоря, бронебойные снаряды. Джип, джип, джип. Джип вообще нормальный пацан. Лезет в бой сам вперед. Так, и захватываем жилой комплекс. Все, я думаю, можно идти уже вблизи. Блин, а там уже какая-то жесть, походу, начинается, да? Вхожу в здание. Да-да-да, давай, уходи в здание. Так, отводим отсюда свою пехоту, вызываем подкрепление. Вызываем огонь фактически на себя. Братан, давай быстрее отходи отсюда. Ой, бляха, муха. Ай, стой, стой, братан. Короче, отряд сейчас будет у нас героический след. Жесть, просто джип вернулся аж обратно, и не знаю, что он тут забыл. Ладно, закрепляемся обратно на позиции. Гепард каким-то образом еще выживает. Слушайте, а гепард на самом деле надо было туда перевезти. Ладно, гепард топает у нас сюда. А-а-а, так, усиленный арт-обстрел. Слушайте, русские, получается, оттуда идут. Давайте мы им вызовем этот сюрприз небольшой. Да, это был небольшой диодан стайл с моей стороны. Погибли наши пацаны, к сожалению. Ну ладно, хрен с ним. Так, джип, я так понимаю, мы тоже потеряли. Называем еще один. Первый подход закончен. Пилоты не обнаружены. Осмотр здания завершен. Вперед! Так, следующее здание. Ох ты ж! Капец, 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 капец. А вот мы там еще теряем. Слушайте, там похоже реально такая жесткая заварюшка. Бляха, муха. Так, ладно, переводим туда пехоту потихонечку. Начинаем осматривать здание. И где нам, где наш джип? Джип, джип, джип. Давай быстрее сюда, надо беттеры побочь. Отлично, минус, минус. Замечательно. Там опять техника советская появляется. Сбрасывается. И, конечно же, им сразу же отправляемся. Все, приз небольшой. Так, тут еще и беттер сзади. Ой-ой-ой, джип, ну джип выживает, все хорошо. Вкрываемся с дымами. Бранебойные снаряды. Хотя, я не знаю, дофига бронебойные снаряды, если там против нас пехота воюет. Ну, я думаю, более неприятная смерть окажется. Так, ну тут ребятам, блин, тут ребятам жопа полна. Осмотр второго здания завершен. Нужно действовать быстрее. Ладно, идем к следующему зданию. Я думаю, в нем мы уже должны будем найти наших злосчастных пилотов. Так-с, ребятушки, мы вызываем огонь на себя фактически. Сейчас придется уже так нам действовать. На пауз сбрасываем, все дела, все по канону. Блин, джипу опять достается, если честно, очень жестко. Ой-ой-ой-ой, панельку уничтожили. Блин, а прикиньте, сколько там добра и барахла было на самом-то деле. Входим в дым. Пацаны уже воюют, нужно сказать, по жести. Ну что, вызываем еще один арт-удар. Стоим до конца, что называется. И там еще советская техника идет, да, получается? Ладно, хренцы. Так, давайте, ребята, осматривайте. Поочередно уходим в дымы. Так, БМПшка уничтожена. Там вроде, а блин, противотанковый расчет. А я знаю, как, что можно сделать противопротивотанкового расчета. Есть одно очень эффективное средство хорошее. То вперед дым уйти, банально. И, во-вторых, сейчас напалом долбанем. Так, там снова советские подкрепления приходят. Да, воюем по всем фронтам, друзья мои. Мы их нашли. Повторяю, мы их нашли. Нужно отправить ребят домой. Понятное дело. Пилотов нашли. Они в шоке, но они живы. Паркер, я знал, что на вас можно рассчитывать. Вельты на связи. Рядом с городом развернулась советская оперативная группа. Мы насчитали три отряда танков и БТР. Черт, мы на это не рассчитывали. Паркер, отступайте. Пилоты под вашей охраной. Мы не можем ввязываться в бой с превосходящими силами противника. Беннон на связи. Мой отряд может ударить русским во фланг. Да, Беннон. Это может их задержать. Выполняйте. Есть, сэр. Вперед, построиться в боевой порядок. Стреляйте во все, что движется. Да, Беннону только повоевать, что называется. Капитан, противник на 12 часов. Пехота. Булемет боя. Есть, капитан. Всем бойцам огонь по пехоте на 12 часов. Сэр, что-то не так. Капрал, вы меня не поняли? Огонь! Есть огонь! Готово. Заряжай. Не стрелять, не стрелять! Вот вблюдки, а. Боже мой. Зачем они шли вот так? Как бы мы могли их узнать? Беннон, что со связью? Что у вас тут творится? Черт. Сэр, мы... Что вы мычите? Вы убили этих людей. Но я думал, они атакуют и... Метлами! Полюбуйтесь на это! Хорошенько полюбуйтесь, капитан! Паркер, ваш путь отхода перекрыт русскими. Придется прорываться с боем. Спешите! Оперативный отряд скоро вас догонит. И кто там говорил, что... Продолжайте удерживать станцию! Нам нужна эта зона выброски! Где там эти ватаны? Тут показывается конфликт с разных сторон. И тут больше, знаете, человеческая драма скорее. Капитан Беннон! Вы должны вступить в бой и нанести удар по флангу, как и было запланировано. Паркеру нужна помощь! Есть, сэр! Я только хотел объяснить... Потом, Беннон, потом! Не беспокойтесь, не забуду! Но сейчас нам нужно выиграть бой! Бронебойный мейппли! Поэтому кто там говорил, что игра предвзятая? Да, конечно же, есть определенная клюква, кровавый русский. Но это, как обычно, игру уже делали американцы, сами поймите. Кого мы там потеряли-то? Так, ладно, у нас тут продолжается очень жесткая перестрелка. Пехота постепенно входит в контакт. Так, скидываем все добро на голову русским. Блин, а где мой джип-то, любименький? Там сейчас, похоже, жопа будет без этого джипа. Так, еще зенитку надо вызвать, конечно же. Леха, мы опять потеряем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что там сейчас будет? Русский там вообще очень серьезно настроен. Ее хитрить, мадрить! Быстрее зенитку! Отходим, отходим, отходим назад. Жесть какая-то! Что там сейчас творится? Так, отходим обратно. Называем подкрепление. Блин, а надо еще выжить. О-о-о-о! Начинается, начинается движуха. Блин, похоже, что наши десантники там уже все. Допрыгались. Мы несем потери. Да. Мы несем потери. Давай, давай, быстрее, выкладываемся, выкладываемся. Идем, 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 вперед. Мы ждем приказа! Ну, как же не хватает очков подкрепления. Даже не подкрепления, а эти самые, поддержки. Так, бомбу скидываем. Сейчас уже должен появиться у нас УАЗик. Ну, условный УАЗик, конечно же. Давай, давай, родной, быстрее, быстрее, быстрее. Надо ремонтируйте технику. Отлично, вызываем удар артиллерии. Ну, джип... Да бляха-муха! Олень ты, тюлень, блин! Дрен батон, давай, стрелять уже надо по противнику. Еще бэшки эти хривожопые, блин. Ой-ой-ой. Две бэшки потеряли. Ладно, вызываем одну в качестве подкрепления. Джип потихонечку латает раны. Расчищаем пульс. Все, пошли, пошли, пошли. Уже нет времени, как говорится. Бэттери заходят. Нормально. Зашли фактически. Ох, гепард сейчас как... Прямо по дуту фигачит. Нормально, нормально. Все, он там уже совсем близко, что называется. Ну, давай, 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 родники мы. Время прибытия основных сил русских 17 минут всего лишь осталось. Блин. Всего ничего. Вызываем еще одну бэшку. Одна есть у нас. Отлично. И... Расчистить маршрут для отступления. Это что, здесь? Сейчас больше ничего. Там нет никаких дополнительных заданий. Так, и... Даже не знаю, там русские пойдут оттуда или нет. Но, судя по всему, нет. Вторая БМПшка подходит тоже постепенно. А десантника... О, там один пацан, который выжил, я спрячу в технику. Очень повезло ему, можно сказать. Давай, дружище, чуть-чуть тебе осталось. Ты будешь спасен. Да, из всех десантников выжил только один. Вот она цена победы, друзья мои. Ну, электростанция, оказалось, ничего. Давайте мы попробуем напалом по ней толпануть. Вот так. И вот так вот. Ну, все, закрепляемся. Это, в принципе, победа, можно даже так сказать. Ничего тут особо сложного не оказалось. Пусть свободен. Отступайте на юг. Мы получили весьма важные сведения. Следующая операция пройдет на побережье. Для получения инструкций собраться в квадрате 7-3. Конец связи. Ну что, друзья, на этом мы закончим нашу серию. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Уведите новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok